ВАРВАР Возможное загрязнение вакцины от COVID-19 американской компании Johnson & Johnson может стать основанием для выбраковки порядка 70 миллионов доз препарата. Об этом в четверг 6 мая сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. Ранее на заводе в Балтиморе во время производства перепутали ингредиенты двух антиковидных вакцин, вследствие чего оказались испорчены 15 миллионов доз препарата Johnson & Johnson. Как отмечают правительственные источники здания, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, FDA, обеспокоено возможным загрязнением других партий, которые были произведены одновременно с испорченой. Теперь регулятор рассматривает вопрос об использовании порядка 70 миллионов доз Johnson & Johnson, произведенных на этом предприятии. По данным издания, общее количество подозрительных доз препарата, прибывших в ЕС, Канаду и ЮАР, составляет от 6 до 9 миллионов. 23 апреля Совет экспертов при медицинском регуляторе США рекомендовал возобновить вакцинацию населения от коронавирусной инфекции препаратом компании Johnson & Johnson. Эксперты указали, что при возобновлении использования вакцины следует добавить предупреждение о риске редких, но серьезных тромбозов. При этом опрос, результаты которого были опубликованы 26 апреля, показал, что менее половины опрошенных жителей США сочли вакцину от коронавируса американской компании Johnson & Johnson относительно безопасной. Ранее, 9 апреля, в США, три центра вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson, расположенные в штате Северная Каролина, были временно закрыты, в связи с выявлением побочных эффектов у 26 человек после использования вакцины. Четыре человека после применения препарата были госпитализированы в больнице для дальнейшего обследования. Центры США по контролю и профилактике заболеваний охарактеризовали обморочную ситуацию как не самый редкий эффект после вакцинации. До этого, 17 марта, стратегическая консультативная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения ВОЗ по иммунизации рекомендовала тщательно отслеживать возможные побочные эффекты от вакцины Johnson & Johnson, в том числе в виде аллергических реакций и проблем со свертываемостью крови. Информация взята из открытых источников. 9 мая 2021 года. Mail.ru. В Индии участились случаи поражения людей опасными грибами. В Индии на фоне пандемии коронавируса участились случаи поражения людей опасными грибами. Мукормикоз – очень редкая инфекция, ее также называют черный грибок. Она вызвана воздействием плесени, которая обычно встречается в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах. Считается, что падение иммунитета может спровоцировать случай мукормикоза. Он повсеместно встречается в почве и воздухе, даже в носу и слизи здоровых людей, говорит доктор Акшай Наир, офтальмолог из Мумбаи, цитата по BBC. Он поражает носовые пазухи, мозг и легкие и может быть опасным для жизни диабетиков или людей с тяжелым иммунодефицитом, таких как больных раком или людей с ВИЧ и СПИДом. Врачи считают, что мукормикоз, общая смертность от которого составляет 50%, может быть вызван приемом стероидов, жизненно необходимых для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19. Стероиды уменьшают воспаление легких, вызванное COVID-19, и, по-видимому, помогают предотвратить некоторые повреждения, которые могут возникнуть, когда иммунная система организма переходит в режим усиленной борьбы с коронавирусом. Но они также снижают иммунитет и повышают уровень сахара в крови как у диабетиков, так и у пациентов, не страдающих диабетом с COVID-19. Диабет снижает иммунную защиту организма, коронавирус усугубляет это, а затем стероиды, которые помогают бороться с COVID-19, действуют как при попадании топлива в огонь, рассказывает Акшай Наир. Доктор Наир, который работает в трех больницах в Мумбаи, одном из наиболее пострадавших от второй волны городов, говорит, что в апреле он уже принял около 40 пациентов, пострадавших от грибковой инфекции. Многие из них были диабетиками, которые вылечились от COVID-19 дома. 11 из них пришлось удалить глаз хирургическим путем. В Индии за последние сутки было выявлено 401 078 случаев заражения коронавирусом, сообщили вчера, 8 мая, в индийском Минздраве. За прошедший день от COVID-19 умерли 4 187 заболевших, что стало новым рекордом. Предыдущий максимум был зафиксирован в среду 5 мая – 3780 смертей. По числу зараженных коронавирусом Индия занимает второе место в мире после США. Там заболели более 32,6 миллионов человек. Ситуация с распространением вируса резко ухудшилась в стране в апреле. Информация взята из открытых источников. 6 мая 2021 года. Коммерсант. В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» с эффективностью 79,4% зарегистрирована в России, сообщил Российский фонд прямых инвестиций РФПИ. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, она будет применяться для людей от 18 до 16 лет. Цена инъекций за рубежом, как ожидается, не превысит 10 долларов. Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в России, говорится на сайте препарата «Спутник Ви». «Спутник Лайт» является первым компонентом. Рекомбинантный аденовирус человека 26-го серотипа. РАД-26. Вакцины «Спутник Ви» – первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса. Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составила 79,4%. В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что «Спутник Лайт» будет применяться для людей от 18 до 60 лет. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что применение вакцины «Спутник Лайт» ускорит формирование популяционного иммунитета к коронавирусу. Регистрация четвертой российской вакцины расширяет доступный арсенал лекарственных препаратов для профилактики COVID-19 и позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета, сказал он, цитата по РИА Новости. «Спутник Лайт» не требует специальных условий для хранения и логистики и обладает доступной ценой менее 10 долларов. Схема применения с одним уколом позволяет в короткий срок осуществить иммунизацию большего количества людей и сбивать эпидемиологические пики, говорится на сайте вакцины. Препарату разрешен ввод в гражданский оборот до 1 января 2022 года. «Спутник Лайт» — четвертая зарегистрированная в России вакцина против коронавируса. В августе прошлого года была зарегистрирована ее основная версия — двухкомпонентный препарат «Спутник Ви». Помимо них в России одобрены вакцины «Эпивак Корона» — «Центровектор» и «Ковивак» — «Центра имени Чумакова». Массовая вакцинация в России идет с 18 января. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...